ЛОВИ ХАЙП! Мы сегодня ждали Сашу Киевскую, есть такая блогерша, ютуберша, студентка университета, но оказалась еще маленькая дрянь, потому что она не пришла на эфир, понимаете, но это ласково, это ласково, Саш, будешь смотреть, имей ввиду, это ласково, мы любим дряними называть, но я не знаю, что у нее случилось, наверное, она увидела какое-то высокое здание, наверное, на нашем доме будет, а сейчас прыгает, наверное, там, да, или что там? Ну, сейчас, ох, сейчас точно будет, чтобы не хайпануло сердце никого от такой новости. Слушайте, ребята, вообще неделя у нас только, в принципе, среда, что интересного в мире происходит? Ира, вот ты что-то видела? Да я же все время, ты же знаешь, я ходячая энциклопедия, вечно вычитываю всякие дурные новости. Особенно, кстати, ты там иногда проезжаешь мимо Житомира, как там в Житомире? Ой, в Житомире, что могу сказать? Тоскливо в Житомире, в Киеве намного круче, ребят, у кого есть настроение просто. Вот, хватайте чемоданы, приезжайте к нам, Северный вокзал, мы тут рядышком, офис Хэппи Радио, приходите к нам в гости, вот когда нас подводят такие мелкие дряни, вы можете к нам прийти и вместе с нами потрындить на шару в эфире Хэппи Радио. Слушай, это вокзал, оказывается, Северный, да я думал, Центральный. Это Центральный, но, блин, я так знаю, что я подумала, что есть Южный, значит, это Северный. Это женская логика. Слушай, нормально, у нас сейчас Северный вокзал, вот там еще где-то, да? Ой, не знаю. У нас вообще просто есть сосущие девочки Чупа-Чупс, у меня вместо микрофона, поэтому ничего, Ле, давай, соси. Это для антуража. Они просто нас настраивают с тобой на определенные темы, я просто вот не в курсе, о чем тут наша крутая блогер же должна была говорить, но девчонки нас натолкнули, как вы понимаете, совсем не на мысли среды. Ле, у тебя прям, знаешь, рот блестит очень, как будто сейчас потечет оттуда после Чупа-Чупса. Вот, вы знаете, я не знаю, вот вы бы хотели на свою вечеринку себе там, не знаю, кому-нибудь заказать. Вот у вас когда вот девичники или какие-то женские праздники, женские дни, скажем так, и вам надо повышать настроение, треба срочно звонить в службу по покращению життя. Не, ну ты знаешь, вообще обычно такие службы есть, знаешь, телефончики там бывших или некоторых друзей, которые вот помогают. Ну не естественно, как ты делаешь, понимаешь? А, то есть я дрянь, которая использует людей, своих друзей в корыстных целях. Таня, ну ладно, но главное, чтобы только хоть у вас бывшие-то хоть есть? Девчонки. Бывших никогда не бывает. Бывших никогда не бывает, да? Ага, интересно. Ну я не знаю. У меня, допустим, есть, знаешь, в телефоне там альбомчик, у меня там все парни, просто друзья там. Просто один, второй, там я смотрю, ой, 2014, ой, ну в 2015 уже получше, там, в 2016. Она отвечает по годам, ты понял. Тут у меня настроение было, да, плохое, наверное, тут тоже не сложилось. А нет таких телефончиков, у меня есть некоторые номера там, Юра, не бери трубку. Есть, не бери трубка, да. Мне кажется, это стандартная тема. Понятно, вот это бабье, понимаешь? Ты знаешь, вообще, Ярик, я должна признаться, я несколько раз заказывала мальчиков. Да ладно. Но так как я дружу с ребятами, частенько приходилось их выдавать замуж или женить, как уж там бывает, да, то хочется им последнюю холостяцкую вечеринку сделать клевой. И заказывала три раза девчонок и один раз парня. Нам нужно было постевать просто друга. И, ну, я тебе скажу, это было самое яркое впечатление от всего. Мне кажется, что девчонка просто... Так что он приехал, да? Он приехал, и я тебе скажу по тем эмоциям, которые он нам подарил. Он был намного круче тех трехстептизерш, которые были до этого. Эмоции подарил? Он так все прекрасно было, эмоционально, там все просто визжали. Ты можешь себе представить реакцию жениха, когда он ожидал, что сейчас приедет какая-то красотка с пятым размером груди, которая будет тут изгибаться, извиваться и дарить ему последнюю ночь наслаждений. А тут хопа, и приезжает парень. Но чувак приехал, знаешь, такой с перчинкой, с таким шикарным стебом. Ну, с перчинкой, конечно... И с помидоркой? С перчинкой, с помидорками. Он немного потрусил, конечно, перед женихом. И этот момент мы снимали крупным планом. Да, а потом я показала это его невесте. О, и, собственно, после этого как... Ну, вообще шикарно. А, все продолжено, нормально. Она, на самом деле, меня поблагодарила очень. Она сказала, ну, как раз на всякий случай проверила, ну, не из тех ли он, потому что, ну, как бы, жене хоть уж очень хорошее было. Не из тех ли он, понимаешь, как они вот говорят. Ну, знаешь, когда парень, он не курит, не пьет, весь такой положительный, сразу закрадываются мысли. А кто знает, что-то здесь не так. Что-то запахло небом. Ну, я не знаю, чем запахло, но точно небом. Синим-синим небом. Так, ну, слушайте, раз вы такие, у нас такие бойки, может, давайте мы реально позвоним в службу. А ты что, стесняешься, да? А что я стесняюсь? Ну, я не знаю, такой хоп, а сразу съехал. Девчонки, давайте вы позвоните. А слабо позвонить и заказать себе мальчика. А? А что ты меня на понт берешь? А что? Вот давай, ты звонишь, заказываешь мальчика, а я могу позвонить и заказать девочку. Я за пультом сижу. Хорошо, хорошо. Давай тогда сейчас. Сейчас мы наберем. Номерочек. А ты что, знаешь, сразу несколько служб экскорта, что уже пробовал, да? Было ли? Ну, у меня же помощница есть. Элли, ты, кстати, находила какие-то номера? Есть ли? Да нет. Да нет. Вообще, знаешь, если честно, то на любой дискотеке, а я давно не была на дискотеке, ты же знаешь, я такая баба-поразка, да? Немножко, да. Но на каждой такой дискотеке ко мне почему-то клеились девчонки. Так. А вот, видимо, я во вкусе, вот, девушек с нестандартными подходами. Ну, ты знаешь, первые четыре года вообще, когда я первый раз увидел, мне тоже что-то тут пахнет немножечко лезвием. Нет, я на самом деле, я очень люблю красивых девушек в формах. Ну, ничего плохого нет. Просто, вот знаешь, каждый мой парень, который был, ну, как бы ситуация, знаешь, была такая кардинальная, когда идет парень-девушка, и тут была я именно тем человеком, который оборачивался, такой, посмотри, какая попа, посмотри, какая грудь, а ноги. И, честно говоря, иногда, ну, на первых порах, ребята, это несколько смущало. Блин, ну... Ну, ценитель, я ценитель, признаюсь. Давай, я не знаю сейчас, ну, тут есть номер, но написано, что в сети давно не был, не была, мне нравится. Вип-дейтинг еще подписано. Вип-вип. Понимаешь, что настоящая вещь? Ярик, смотри, нет, подожди, давай придумаем, ну, ты же не просто так звонишь. Ой, подожди, да, 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 да. Давай ты закажешь себе какого мальчика ты хочешь. Давай такого с плешью, с маленьким пузиком и обязательно с очень волосатой грудью. Ну, давай. Ну, честно, ну, мне кажется, это будет не совсем стандарт, а может и стандартный заказчик. Короче, мы тогда сейчас поищем номер, потому что, я так понимаю, что здесь давно были в Вайбере. Либо, возможно, кстати, если у вас есть номера телефончиков, вы нам подскажете, где можно заказать девочек-мальчику. Сбрасывайте нам на Вайбер 097-191-04-04. Ярик, а давай пофантазируем. Вот представь, что вот ты на другой стороне. А какого бы ты себе хотел парня? Да, ты тот, который будет работать как отбойный молоток, да? Всегда должен быть только такой, как я. Только такой. Да, ну, слушай, неинтересно как бы самим собой. Не, ну, бывает, что приятно, но не всегда, знаешь ли, для разнообразия хочется еще кого-то. Ну, не всегда же понимаешь, ручонка моя, правая подружонка. Правая, левая устают. Вот, как бы, знаешь, йогой не все занимаются, чтобы ногой там себе помочь или еще чем. Да, вот, кстати, у нас Ира активно занимается там и йогой, и всякими извращениями. У нее на руках постоянно какие-то красные, сдертые эти. Да, я люблю садамазы. Садамазы. Я вчера так стонала на тренировке, что парень, который был, когда я извинилась и сказала, нет, не надо мне больше давить, я больше не могу тянуться, он сказал, надо, продолжайте. И я поняла, что, в принципе, как минимум, я, ну, одному человеку могу сделать очень приятно. Очень приятно, видишь? Вот. Но ему, может быть, потом некомфортно, знаешь, приходить опять на тренировки после такого. А ты его знаешь, может, наоборот, после этого будет еще скидку тебе сделает. Не, ну, ты знаешь, надо тогда салфеточками там приходить еще с чем-то. Ну, понятное дело, предохраняться, знаете, всегда нужно. Так, хорошо, я вижу, что ты что-то нашла что-то, да? Да, дело в том, что, знаешь, рубрики есть там. Рубрики? А, да, кукловод, парень, парень просто для секса, парень с интимными ласками. А что такое кукловод, мне стало интересно. Кукловод – это тот, кто, там, собачку может переодеться и походить. Нет, ну, это, по-моему, как-то по-другому нас называется, да, когда господин, госпожа. ПДСМ? Да. Это ПДСМ? Да. Боже, Ира, что ты, как темный лес? Честное слово. Зато я недавно смотрела программу вот про такие услуги в Японии. О, там по-моему, вообще. Ну, мы все понимаем прекрасно, что Япония своеобразная страна, у них свой менталитет, но, тем не менее, для них совершенно нормальный некий эскорт услуги такого характера. Крутые бизнесмены и, в общем, топ-менеджеры приходят в салоны, в которых нет сексуальных услуг, но над ними издеваются. Их связывают, знаешь, вот эти щипчики на соски, на бомбончики, теребончики, как бы, и так далее. Причем, самое интересное, что они говорят, что они таким образом продолжают свою историю, потому что, ну, все знают, что у них самые извращенные пытки, и когда-то у них существовало искусство вот это связывание. О, так то есть это все-таки китайцы? Нет, это японцы. Именно таким образом они когда-то хватали своих врагов, они их, значит, пытали и так далее. Каким образом они это перенесли на сексуальные утихи сейчас в современном мире, непонятно. Тем не менее, как раз-таки вот топ-менеджеры готовы платить огромные деньги за то, чтобы их связали, подвесили под потолок и немножечко помочь. Боже, Ира, остановите карусель. Что тебе захотелось попробовать? У нас есть один крюк, девчонки, давайте в следующий раз приносим веревочки, запишем видос, как раз поймем, что Ярику нравится, а то он сидит, все степесняется. А что такое? Я пытаюсь номер подобрать, понимаешь ли? Ярик, ну расскажи, а какие у тебя были фантазии? Ну вот честно, ну вот все же есть фантазии. Да слушай, хард только хард, вообще никаких нежностей. А на сколько хард? Вот знаешь, есть же уровни. Не, ну пожалуйста, давайте без того, как бы оставим тело в порядке, чтобы все были живы-здоровы, скажем так. То есть ты любишь психологическое насилие. Чемики, котики, зайчики, вот это понимаешь... А принцесса Фи-Фи, да? Прыгануть хочется иногда. Что-что-что? Принцесса Фи-Фи, ну ты помнишь фильм, как избавиться от парня за 10 дней? Она там, значит, его могучего там вот мужчину Нижнего называла принцессой Фи-Фи. Да, Нижнего. Боже, Ира, сколько ты всего знаешь. Вот, кстати... Кайкью зашкаливает, понимаешь, интеллект не спрячешь. Элли, прочитай, как ты там, как написано было по поводу этого номера телефона, ты вернула в интернете этого молодого человека, который там услуги. Позвоните по этому номеру и выберите своего жигала. 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 Жигала, жигала. Жигала. Слушайте, ну... Я перешла посылать. 38 минут назад был в сети, парень тут такой с фотографией, скажем так, девочки. Покажите, покажите срочно. Сейчас, подожди, сейчас я разверну. Меня зовут Даниэль. Даниэль, о боге. Ребята, я должна сказать, что в тот самый момент, когда я вижу фотку без лица, я понимаю, все жопа. Ну, как бы дальше просто жопа. И на лице жопа, и ниже жопа. Есть только приз. Так, так что? Звоним. Звоним, да? Да, Ярик, ну... А ты рубрику себе выбрала? Нет, так подожди, ну сначала вы будете, потому что жигал, я так понимаю, здесь он ждет девочек. Нет, здесь как раз таки в этом будет и вся перчинка. Ну, я зашла по ссылочке, мужчины, мальчики и парня по вызову. Давайте сделаем так. Ну, будет интереснее. Ну, все желают. Давайте вы закажете сразу его, например, на всех. Скажите, ну, сначала начнете культурно, а потом придет к тому, что, ну, мы не одни, у нас еще, например, есть еще парень. Вот, потому что, ну, как бы... Я это не съезжаю. Если тут есть для семейных пар. Если я позвоню, то знаю, он просто положит трубку. Нет, он не положит трубку. Я за пультом. Скажи о том, что ты начинающий, тебе бы очень хотелось посмотреть, его фотография тебя очень возбуждает, и ты хочешь получить как минимум эстетическое наслаждение от того, что именно он может показать. Ты в микрофон мне говоришь, если... Я понимаю, просто я не могу это описать. Тут цены, знаешь... Ну, там Рома просто написан. Тут просто очень большие цены на очень некрасивых мужчин. Очень... Так, подождите, надо сразу посмотреть. Значит, так, Роман 2 часа от 12 тысяч? Или это 12 гривен? Я вот не могу понять. Это 12 тысяч рублей, наверное. Это от 12 лет, возможно. Мне кажется... 12 лет. Ярик, ты знаешь, мне кажется, что нам нужно сделать... О, Даниль сети появился. Так, тогда предлагаю, давайте... Слав, все-таки звонишь ты и заказываешь себе мальчика. А потом я звоню и заказываю себе девочку. Нет, так не Катя. Нет, еще раз нет. Давайте вы будете заказывать, а на всех сразу. Смотри, берешь себе лево. Тут есть вот мужчина лев. Давай еще тише. И попроси с артическими ласками. Очень интересно. Просто как минимум, как ребята на это реагируют. Сначала звоните вы. Нет. Ладно, давайте. Ну, давайте. Девчонки Элли, давай. Ты вначале включаешь стесняшку. Не, ну, кто первый? Так скажите, чтобы вы... Девственница-патриотка. Да, девственница-патриотка. И ты... У тебя впереди свидание со своим парнем. Ты очень не хочешь упасть лицом в грязи. Ну, если что, у тебя есть подруга рядом, которой ты можешь передать трубку. Она может тоже... Ты никогда не видела мужского мальчика, вот, нижнего. И поэтому ты хочешь... Ты его увидела, ты... Он показался тебе очень высоко одухотворенным. Так, все, хватит. Господи, 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 все, прекращаем. Я просто сегодня сказала, знаешь, чтобы эфир мой смотрел куратор. Я представляю, что завтра будет на паре. Так, тишина, студичь. Даниэль, Даниэль, своди. Хорошо, что он падает, трубку не берет, а? Или не переживай. Он скажет тебе да. А кто его знает? Может быть, он Ярослав ждет твоего слонка? Ты спросишь у него, что, какие там у него предпочтения? О, Даниэль, возьми трубку. Спроси, какой бы он хотел белье на тебе увидеть. И вообще, обязательно ли это? Подожди, я ж лошара. Я ж забыл переименовать вайбер-то наш. Он, наверное, дал видео. Вот fucking shit, понимаешь? Вот как так можно просто лохануться в эфире? Лошарик, лошарик Ярослав. А попробуй переименовать еще раз. Такое минутное, так не означает, так знаете ли. Так, а что же вы мне не напомнили, а? Я уже сценарий тут, наверное, пригодила. А кто за пультом сидит? Кто босс? Кто не захочел звонить? Так, хорошо, значит, тогда я сейчас на аватарку поставлю какую-то женщину. Подожди, ну я же звоню, я же маленькая. Все нормально. Не, ну я не буду твою прям ставить. Могу поставить какую-то взрослую. Да цветочек просто поставь на аватарку и все. Так, хотя вот тут у меня, у меня тут все время запасная девочка есть, я все время ее вставлю в каждое шоу. Так, все, фотографии есть и осталось нам, сейчас мы и быстренько мы название выбираем. Нам еще один ищем? Конечно, это, по-моему, развод для приезжих, но ладно, попробуем еще раз попытка номер два. Не, ну, как минимум хочется узнать, сколько вообще стоят такие услуги и что они в себя включают. Ну да. Ну, чувак на кухне, понимаешь, так сфотова с этого. Что-то очень домашнее. Он побежал в душ, сразу готовится, и после первого же звонка такой, хопа, черный плащ, только свистни, он появится. Разрабатывать, побежал. Слушай, Галя, представляешь, можешь попросить его приехать в костюме черного плаща? Может, Бэтмен? Бэтмен. Карлсон, вот. Ну, кажется, он поймет, что Данна с пузиком, с маленьким пузиком, волосатой грудью и дряблой попочкой. Блин, он, наверное, понял, что это какой-то развод уже, понимаешь. Блин. Я вот нашла еще сайт членство по вызову. Членство по вызову? Давайте попробуем членство. Ну, если нас Даниэль не берет, тогда мы уже членство по вызову. Да, друзья, мы здесь, мы по-прежнему вместе с вами. Да, подсасываем иногда конфетки, поэтому... Ну, вы не удивляетесь о Ярославе. Да. Вот. И сразу такой... Захотелось немножко соснуть. Вкусный конфет понабирала. На самом деле мы продолжаем нашу прекрасную тему. Хотим позвонить в эскорт услуги, узнать, сколько же это стоит. Темы нет, в принципе. Потому что шоу-рехайп тут не сценария. Ну, как, что придумали, то и делаем. Нет, это называется, у кого что наболело, а то мы говорим. Вот, это правильнее. Слушай, смотри, эскорт, ЗП, вот сколько, 50 тысяч гривен? Ни хрена себе. Милые девушки, высокооплачиваемая работа в Харькове. Вы общительные, интересные. Любите внимание противоположного пола? Тогда вам точно к нам. У нас многолетний опыт работы, большая рабочая база, выплаты ежедневно, мать его, понимаешь ли? 50 тысяч. Ребят, мне кажется, все, вырубаем нафиг это радио. Пошли в эскорт услуги. Так, сейчас будем устраиваться. Так, есть, тут Дарья. Ну так шо? Давайте попробуем устроить вас на работу. Ира, ты, кстати, тем более сейчас... Безоплотная. 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 В Харькове. То есть из генеральных продюсеров, радиоведущих в эскорт услуги. А почему нет? Ну знаешь, так знаешь. Три высших образования, да, как бы все вот эти рамочки. Слушай, оно, так для этого нужно, извините, чтобы... А, то есть эскорт услуги, на самом деле... Там сейчас собеседование стоит. Надо пройти собеседование. Нужно быть высокоинтеллектуально подкованным человеком. Да. Уметь поддержать беседу. Беседу. Наверняка владеть несколькими иностранными языками. Господи, да это же про меня. Это просто про меня. Я, видно, живу и не знаю о том, что... Какое мое призвание. Вот так. Ну, в общем, Дарья у нас уже здесь. Если что, ты скажешь, что у тебя еще есть подружка, которая тоже хочет. Так что, Элли, ты можешь потом... Так я же хотела... Ну вот давайте Элли начнет. Если что, я присоединюсь. Мы начнем с ней говорить, что ты хочешь. Что ты хочешь, Элли, ну скажи. У меня уже мальчик. Гордиенка, нет? Мораживайся. Я же тебе парней заказываю. Просто Элли нам показала прекрасный сайт. На ключик можно закрыть дверь там, да. Это называется там членство, что-то там. Ее, видимо, очень возбудили, эти фото, которые она увидела. И она теперь никак не может дождаться того момента, когда сможет им позвонить. Так. Ира, давай все-таки... Что? Звоним? Давай все-таки позвонишь. Дарья, да. Тут, говорит, работа. 50 тысяч гривен. Ну давай. Давай. Кто его знает? Ну, на деле... А где это объявление я нашла? А в Харькове. В интернете, да? В интернете. В интернете где-то на каком-то сайте. Просто в белой эскорт услуги быстро. Вот. Так, чтобы никому и засать. Дарья? Дарья, да. Главное, не заражать раньше времени. Не стать лошадью раньше времени. Слушай, ты, может быть, у них уже, знаешь, полная база. Все девочки собраны, укомплектованы. Все уже уложены. Спакованы и отправлены уже. На заробитки. Так, ну, Дарья, ну что такое? Мы тут тратим эфирное время на то, чтобы... Понимаешь ли? Мне нравится, как бы, Дарья. Звоню. Три точки. А Дарья что-то, наверное, занята. Может, она с кем-то там... Может быть, она тоже предоставляет эскорт услуги. Но все-таки это, знаешь, как бы... Кажется, более высокооплачиваемо, чем HR, так называемый. Вот, блин. У нас есть еще номер этой Дарьи, только лайв. Только лайв? Ну, давайте попробуем. Наш 63. Так, ты хочешь... Ну, подожди, ты прям рекламу даешь. Знаешь, сейчас куча девчонок таким послушат 50 тысяч гривен. Ну, ни хрена себе. Сейчас будем набирать номер. Так, я на лайфе звонил. Давай лучше позвоним... Последнее 0,5, да? Позвоним в твое членство. Есть тогда вот 0,67. А ну, подожди. Давай сейчас еще набираем, потом в членство позвоним. Так, еще раз 0,67. Дальше давай, показывай мне, да? А то все-таки сейчас... Не будем делать прямую рекламу. Ну, да. Там многие с общежития съедут. Туда сейчас сразу в общежитии все ищут работу. Нет, хотя на самом деле меня вот удивляют, когда появляются такие вакансии. Ну, вот честно, есть куча профессионалов, которые работают за копейки. Причем даже в Киеве там зарплата 3, 5, 8 тысяч гривен. А здесь эскорт-услуги 50 тысяч. Ну, ощущение, куда вообще катится мир. О, а это у нас Алиса из... Смотрите, прям Мерлин настоящая. Ну, давай, давай, звоним. Позвоним этой прекрасной даме. И что она может предложить? Так, ну, звать ее Алиса, если что. 9 утра, правда, пишут, что была в сети, но я думаю, что возможно все-таки... Она не работает сейчас. Алиса, да, зовут? Алиса, да. У нее перерыв. Ладно, чтобы не прорыв. Хватит рожать сейчас сорвете вообще всю интригу. Интриганта, не могу прям. Интриганта. Не трагируйте меня. Ты сейчас Харикова приехал. Что-то такое говоришь. Я не понял, что с вами берут руку, лешу. Да нет, у меня ощущение, что просто мне не нужны больше девочки. Это так замануха. Ты думаешь? Да. Или мне понравилась аватарка, которая стоит. У тебя на номере Вайбр. Может быть, надо было сделать фоточку там с сиськами. Там очень красивая. Вообще фомбовская девочка стоит. Да что красивее, чем я? Достаточно известно. Афигеть все, Ярослава. Ты обижена. Конечно, обижена. У тебя есть столько моих фотографий красивых. О, подожди. Дарья была за минуту назад. Ну, сейчас мы их перезвоним. Дарья, вы что, нельзя ж таки гнать жестко. Это же как мне хочется на работу к ним, что я им столько перезваниваю. Ну, так сейчас мы Дарья звоним еще раз. Верик, хватит сосать. Ты уже что, доел уже. Он живет уже. У них девица. Ноги в руку, подружку на плечи. Я предлагаю все-таки членство. Членство все-таки. Давайте в членство. Алло. Алло. Алло, Дарья, здравствуйте. Я нашла ваше объявление. Алло, слышите меня? Да, да, да. Я нашла ваше объявление по поводу эскорт-услуг. Можете же сказать поподробнее, что это, как, какие девушки вам нужны? По поводу чего? Эскорт-услуги. Я поняла, сколько вам лет? 28. Как вас зовут? Ирина. Алло. Да, 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 я слушаю вас. Меня зовут Ирина. Как вас зовут? Ира. Да. Ира, Ирина, да? Да. Смотрите, Ирина, мы находимся в Харькове. Угу. Ира деятельности – это салон интимных услуг, предоставление услуг мужчинам за деньги. Подходит вам там? А какие именно услуги? Интимные секс за деньги. Ага. А расскажите, пожалуйста, что по финансам? Смотрите, час за классику. Классика – это секс-минит презерватив стоит от 600 до 2000. От чего-то зависит? Девочки. Ага. А какая должна быть внешность? Внешность – девочки. Еще раз? Алло. 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 Ребят, ну, как бы, я еле-еле, честно говоря, отбежалась. Вот так вот, настолько открыто. Зарплата, значит, стандарт, секс с презервативами нет. И что там еще было? И что-то еще было? Что-то еще от 600 до 2000 гривен в зависимости от внешности девочек. К сожалению, не удалось понять, насколько я бы покатила на высокие суммы. Да, ну, вот, видишь, примерно уже отталкиваешься от сын в Харькове, понимаешь? Ну, знаете, честно говоря, вот, ну, блин, меня вот удивляет такое, потому что я думаю, что все-таки эскорт-услуги, многие девчонки таким же прикрываются. А здесь вот совершенно прямо вам… Прямо текстом. Вообще… Ты просто в Google вбиваешь эскорт-услуги, работа, все. Понимаешь? В принципе, насколько это сейчас легко… Ну, вот смотри, окей, стоят девочки, например, на уличке, да, там, кто-то с них ржет, а кто-то с ними частенько, как бы, встречается, знаете, пьет кофе, скажем так, да? Окей. Как-то оно не очень красиво смотрится. А когда ты в интернете там, вроде бы, находишь, только это ж, по-моему… Ну, это ж, типа, не шлю, это так, знаете, все. А на самом деле, вроде бы, одно и то же. Просто, как бы, тут, понимаешь ли, вам в интернете по Вайберу можно позвонить, все узнать, как бы, и устроиться на работу сразу. Блин, ну, я, честно говоря, в шоке. Честно. Я надеялась, что, знаешь, хотя бы какое-то там прикрытие, как обычно рассказываю, да, что у нас там а-ля как шоу, там, девочки на шесте танцуют, да, у нас только танцы, только танцы. Если вы только захотите, тогда вы можете пойти, а вообще мы же не такие. А тут просто… А модели по камере, вот, веб-камера. Веб-камера? Слушайте, ну, блин, я, Ярик, уже давным-давно рассказывала, в Корее, в Китае у них вообще тема просто по вебке, тебе звонят, и ты кушаешь просто на веб-камеру. Причем… Да, как бы, да, наша белка знает толком. Вот такие игрушками предлагают играться, понимаешь, перед камерой, типа, знаешь, мягкими. Так это твоя игрушка, да? Это моя игрушка. Это наша офисная. Разговорчивая очень. Слушай, ну, по крайней мере, уже понятно, на какую работу надо идти, а на какую нет. Где мало, где много платят. Ну что, членство? Я предлагаю все-таки позвонить в членство и узнать. Теперь мы знаем цену на девочек. Сравним цену на мальчиков. Как вы думаете, будет дороже или дешевле? Так, подождите, тут сообщение от Дарьи пришло. Сфера деятельности, предоставляемый интим-услуг мужчинам. Часик стоит от 600 до 2000 гривен. Зависит от внешности девочки. Может, я, наверное, не услышала это. И что написать? Окей, спасибо или... Да, напиши окей, спасибо. Я подумаю. Да, я подумаю. Окей, хорошо. Так, а что там у нас с членством? Нужно звонить. Ага, хорошо. Ты будешь звонить? Да. Давай, давай, дорогая. Кого будем заказывать? Хочу себе мужчину, которому будет 27 лет. А какой у нас там номер членства у нас? Данил. Данил, Данил. А, Данил, еще раз, да, позвоним? Ну, хорошо. Это он членство. 17 минут назад. А мне сразу вспоминает этот Данил. Помнишь, был сериал смешной там где-то? О май гадабл! Данила! Да, кто-то узнает, может быть, это и он. Так, окей. Ты готова? Ну что, актерством особо не заработаешь? Времена тяжелые, все бесплатно, да бесплатно. Да, времена не те. А вот сейчас мы узнаем теперь, почем у нас мальчики, понимаешь ли. Девочек узнали. Кстати, может, пацаны подороже будут? Ну вот мне кажется, что мальчишек должно быть меньше, чем девушек. Хотя... Кто его знает, конечно. Особенно интересно, конечно, формат. Слушай, обязательно узнаю, какие у них есть виды мальчиков. Ну, это конкретно, я так понимаю, чисто парень. Может, хотя у него есть... Друзья. Слушай, закажите по их двоих. Типа понравилась его фотка, и нужен еще другой парень. Тут еще леялись. А, блин, да, в конфетку залезал. Не нравится его фотография, да, шел на кухне, с торсом, ну, то есть такой хоум-хоум. Домашний мальчик, домашний парень. Борщи варит, жарит. А представляешь, что ты вызываешь его, знаешь, мужчина на час пришел, полы помыл, картины прибил. Отшпарил, отжарил, отварил. Вот борщик сварил, знаешь, такое. Что-то, короче, нет, да. Вспомнился, а не кто, знаешь, про блинчики и про травмы. Когда жена решила ему приятное сделать. О, да, нас сегодня, друзья, несет, несет. Но мы все-таки хотим узнать же, по чем-то у нас мужские услуги. Но, в принципе, я вот не знаю, есть хоть статистика вообще, кто больше ценится сейчас в услугах, мужчины или женщины? Вообще, исторически принято, да, как бы считать, что это профессия сугубо женская. Тем не менее, всегда, во все столетия, во все века были и миньоны, и фавориты. И, ну, про древнюю грецкую я вообще молчу. Миньоны, как звучит все. Ну, ты знаешь, вот все ржут, да, мультяшки-миньоны, вау, это классно. А вообще, при дворе Людовика XIV миньонами мы у Миньон Шушу звали как раз-таки мальчиков, которые предоставляли такие услуги между нами, говорят. Слушай, мне нравится сайт, очень такое красиво звучит. А ну? Типа эскорт-услуги, проституток и индивидуалов. Индивидуалы есть? Индивидуалы. Вот видишь, блин, да, вот пиши-то вроде бы эскорт-агентство для девушек. Или как писать? Для парней это что ли писать? Напиши заказать парня для парня. Так, что ты подожди, мы тут собрались заказывать еще. А, ну ладно, я уже забыла, что Элли хочет. Я все хочу, чтобы ты мальчика заказал. Ах ты, Нина, яйка. Прям фантазия, которая не дает мне покоя. Так, заказать парня для девушки. Сейчас, что у нас тут? И парня. Знакомство, телефон, вайбер. О, а что у нас тут такое, понимаете? Сейчас, в принципе... Все, это тоже номер. Есть тоже номер? Суточно. О, ты смотри. А вот видишь, вот, бачишь, коли хочешь, найди все, что захочешь. Так, хорошо, набираем. И что? О, парень на ночь в Киев. Круглосуще, добро пожаловать на сайт парень на ночь. И тут такое прям... Слушайте, а вы знаете, что в Японии есть еще услуги, когда можно просто рядом с девушкой полежать, пообниматься и все. Просто поняшкаться, да? И поняшкаться, и это стоит очень дорого. Вот, по-моему, буквально полчаса стоит или 150, или 200 долларов. А еще ароматы разные делают. Нет, никаких ароматов. Нет, ты садишься, и там, типа, тоже ароматы. Нет, то, что я смотрела, это такой салон с шторочками, как бы, ты туда заходишь, тебя встречает девочка такая, знаешь, в стиле комиксов, короткая юбочка, прессированная, значит, а-ля школьница, значит, застегнутая, там где-то там четвертый размер груди припрятан. И вот с этой милой девочкой ты не имеешь права ее трогать. За то, что ты ее погладил по руке, у тебя идут доплаты. А за то, что она тебя обнимет и поцелует, поцелуй в щечку ровно 5 секунд, это стоит тоже каких-то басновных просто денег. А видишь, у них все наоборот. У них такое секс-шпекс, типа, да, пожалуйста, это так по дешевочке. Нет, дело в том, что у них большая проблема. У них же люди просто кончают жизнь самоубийством из-за того, что чувствуют себя одинокими. А это просто люди кончают их. И поэтому у них огромное количество таких салонов, причем не считается никаким там зазорным или постыдным, тому, что девочки так подрабатывают. Они зарабатывают огромные деньги. Лев, валиниирую разочек, чтобы она остановилась. Так, у нас просто уже тут есть время поджимать. Есть, да, зовут его Денис. Денис. Я наберу, я не буду показывать фото, чтобы у тебя какие-то были... Приятные, да? Ну да, приятные ощущения. То есть там неприятные. Нет, все очень нормально. Может, тебе не нравится, а я... Алло? Да. Здравствуйте, а меня зовут Елизавета. Я ваш номер нашла в интернете. Вы предоставляете эскорт-услуги. Не, не, вы ошиблись номером. Я не могла ошибиться номером. Вот, у вас есть сайт. Не, начнете ошибку. Так нет, вот у вас сайт есть «Парень на ночь». Нет, 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 понятно. Вы работаете круглосуточно. Нет, нет, нет. А вы помогаете искать мужчин? Мне очень просто очень нужно. А может, вы знаете номер мужчины, который может? А может, вам нужна девушка? Просто мне нужен очень сильно парень. Не, извините. Ну, подождите, смотрите. Просто мне очень нужно. Вы еще таких девочек не видели? Просто у меня никогда не было отношений, и мне очень нужен парень. Я могу вам заплатить. У меня стипендия тысячу гривен. Говорят, скоро поднимут. Нет, нет, не туда. Алло. Не, не, не. Так, подождите. Я вас плохо очень слышу. У вас просто голос такой сексуальный. Алло. Я вот не знаю, то ли мы его спугнули тем, что вначале у нас был Ор в студии. Элена, ты прекрасна. Не, я просто не понял. Я уже подумал, может, я неправильный номер был. Ну, в общем, вот вам фотографии его. Видно, да ты. Ребят, ну, знаете, а мало ли, вдруг вот было скрутней часы, стипендий не хватало. Он пару раз вот предоставил такие услуги, его встречала какая-нибудь не очень сексуальная, не очень молодая, не очень привлекательная женщина. И он после этого стал вообще задумываться о том, а ну его нафиг, может быть, с мужчинами встречаться начать. И что-то как-то либо какие-то злостные друзья решили ему отомстить, понимаешь? Ну, ты знаешь, очень жестокая шутка, как по мне, вот так вот разместить фотографию с эскорт-услугами. Ну, знаешь, тут просто фотографии немножко не соответствуют. Ну, чуть-чуть-чуточку совсем. А с другой стороны, может быть, это замануха, потому что вот, по крайней мере, мне огромное количество пишет, ну, там, мы молчим про всяких арабов, пишут разные агентства брачные всякие такие, типа, девушка, давайте мы с вами будем сотрудничать, вы поставите свое фото, а мы будем вам каждую неделю платить деньги. Причем самое интересное, что мне предлагали в неделе 150 долларов за то, что мое фото и мои анкетные данные будут висеть у них на сайте. Слушай, нормальное предлагали, слышишь? Я вот сейчас думаю, может, я дура отказалась, но это, знаешь, мне кажется, это выгоднее, чем предоставлять эскорт-услуги вот этой Дарьи, которая говорила, сколько там, от 600 гривен, правильно? Да, от 600 до 2000. А здесь ты ничего не делаешь и в неделю получаешь 150 долларов. И, на самом деле, очень многие вот так вот зарабатывают, поэтому, может быть, кто-то просто взял его фото из интернета и решил таким образом ловить на крючок всяких наивных дурочек, типа нашей Елизаветы, которая на свою стипендию в 1000 гривен очень хочет снять себе мужчину и познакомиться с его маленьким мальчиком. Так, у нас есть у нас Антон, парень по вызову, молодой, симпатичный парень. Так, ну, я вообще не буду все зачитывать, но, в общем, я... Давай, давай, Эля уже, она уже, знаешь, такая распалилась, посмотри, у нее щечки горят, она уже хочет, она хочет позвонить. Нам, на самом деле, нужно выузнать, выузнать самую важную информацию, что там цену, да, что там еще надо важного. Так все, может, ты тогда звонишь себе, заказываешь? Не, ну подожди. А вообще было бы прикольно, Ярик, давай попробуешь все-таки заказать себе парня. Скажи, что тебе параметры понравились на сайте. Бляха. Ну, давай. Достали. Да ладно, это нормальное жаргонное выражение, я последнее время часто вообще с юристами. Можно в эфире такое говорить. У Ярика пошли красные пятна по шее. Так волнуется. Тихо ты. През встречи судьбой. Ответь мне, мужчина, мои мечты. Приходишь в следующий раз на радио, у Ярик тут с парнем сидит. А тут Банила. Блин, почти, у меня же там женская фотка. Ладно. Может быть, это ты любишь переодеваться, подожди, все нормально. Все в теме, но ты же парня себе ищешь. Может быть, ты сейчас стоишь в красных стрингах такой весь, уже настроившийся. Фантазия, конечно, зашкаливает, зашкаливает, я прям возбужден уже. Я просто за вами соскучилась, я могу продолжать. Ты главное... Не останавливайся. Не останавливайся, я буду продолжать. Антон его, да, зовут? Ну, походу, Антон работает. А ты знаешь, давай последний раз Сэму еще наберем. Сэм. Сэм. А как Сэм выглядит? Мне просто интересно, что пишут в таких анкетах? Вот как они себя рекламируют? Потому что нормально выглядит. О, господи, лысый-то какой. Ну, я не знаю, знаешь, лысики на любителя, вот я не люблю лысик. Город Киев. О, прям сразу адрес, Радужная, 15. Офигеть. Слушай, ну ты так, знаешь, назвал сейчас прям к Сэму, поедут. Опытный, позитивный, веселый, добрый, готов к работе в любое удобное время для вас. Только женщины. Вот, все. Там был такой, и туда, и сюда, я так понял. А тут все по-другому. Но попытка номер, скажем так, последняя. Эля, а давай попробуем. Вначале ты узнаешь его эскорт услуги, да, как бы для девушки, а потом говоришь о том, что у тебя есть парень-друг, который хотел бы поприсутствовать и посмотреть. Можно ли это устроить? И сколько это будет стоить? Он оператор, да, начинаешь, наверное? Нет, ну, наверное, не испугай его тем, что он там, ты сейчас подумаешь, что понимаешь. Так, сейчас номер 5, номер 9, 1. Все, вроде бы все правильно. Так, ну, что там? Сэм. О, ты что, тут прям горячий парень? Сэм сразу рубаха такая в клеточку, голый торс, джинсы с заниженной талией. И он такая... Ха, бэйби. What do you want from me? I'll do anything. You'll ask me. Ох. What's the fucking shit? Shut up. Just shut up, shut up. Just shut up, shut up. У меня ощущение, что мы можем легко озвучивать какой-нибудь порнофильм. Да вообще, любой. Любой. Слушайте, друзья, смотрите, на час он выезжает за 700 долларов, за 2 часа он будет 1300 долларов. Ну, ни хрена себе. Мне кажется, сам очень приезжает. И меня к себе на работу тоже, непротив, тоже ездит за 700. Я такой, знаешь, опытом позитивный, с людьми общаюсь, быстро нахожу общий язык. Посмотрите на мою аватарку в Фейсбуке, я там голенький. У меня видно красивый пресс. И такие, знаешь, вот эти боковые мышцы, которые ходят прямо туда к малышу. Ира, сейчас я тебе как натравлю малыша, сейчас будет тебе не малыш. Ой, да ладно, но у меня тоже есть пара таких фоток. Чего уж скрывать. Слушай, они что, на работе все или что происходит вообще? Ну, сегодня среда. Они тебе сегодня вечером наберут. Будут перезванивать потом, на какой-то радио участвовать в MySexiBuddy. Слушайте, ну... Давайте все-таки найдем вот последнего чувака, который сможет приехать к Ярику. Ищи парня для парня. Нет, давайте мы ищем так, чтобы сразу для двоих. Ну, для двоих, хорошо. Так будет безопаснее. Ну, давай, прям вообще. Может быть, тогда свингеров нужно вызвать? Я вот не знаю, может, они более активные и в среду тоже готовы после работки расслабиться. Ну, как бы напряженный день, нужно снять весь этот стресс. Нет, свиней нам не надо. Так, ладно, набираем. Значит, так, что тут у нас? 22 года, 183 роста, 180 кг. Не, ну, нормально. Очень много. Милые дамы. Нет, ну, если это выжится, то нормально. Вдруг это все 80 кг ниже пояса. Постараюсь, чтобы оно было незабываемым. Фото мои. Так, окей. Покажи фоточки. Дай хоть обсудить. А ну-ка. Он слышал, например, Голливуд Стар такой. Мне напоминают такие фотки. Знаете, реклама Armani G? Чуть-чуть, чуть-чуть показали. И Emporia Armani. Вот у них в рекламе всегда снимаются такие мальчики с очень нордической внешностью. Блин. Острыми скулами. Лайф. Набираем. Чувак хорош. Так, ну, 389. Скажем вам первые цифры. Остальные вам не будем говорить. Это сейчас сразу все захотят позвонить ему. Кстати, потом обязательно посмотрите видео-подкасты с того всего, что сегодня происходило. Один час. Тысяча. Чего? Подожди. Это гривен? Да? Нет, это доллар. Покажите мне. Покажите значок. Я понимаю. Вы понимаете там, давайте у нас. Да ну ладно, это гривен. Смотри, ну, фоточка вот, да, настоящая. Значит так, 1 час, тысяча гривен, 2 часа, 2000 гривен, ночь со скидкой 5000 гривен. У него усики. Ой, ну не мой типаж. Я люблю как бы такое брутальное. А это какой-то такой малыш-малыш. Ну тут так фотка получилась, кто его знает. Сейчас будем узнавать. Если это типаж Эли, а вот здесь, ну нет, просто здесь его подфотошопили. Ну что, Ярик, знаешь? Да. Ты готова? Я? Ты? Она уже давно готова. Посмотри, щечки горят. Если что скажешь, то ты, как сможет, чтобы там есть друг, который там хочет посмотреть на это все дело. Он не будет присоединяться, только если он не будет против. Алло? Да. Алло, здравствуйте. А это Макс? Да. Смотрите, я зашла на сайт проститутки.ком. Угу. Вот. Я увидела вашу фотографию. Угу. Скажите, пожалуйста, а вы сегодня работаете или у вас выходной? Да. Работаю. Хорошо, смотрите. А у вас есть какие-то критерии или вам, в принципе, без разницы с кем? Ну, как бы критерии в основном, ну, соответственно, как бы в здравом умею, но девушка. Как бы должна быть, ну, как бы алкоголь, там. Угу. Хорошо. Смотрите, а если у меня рост метр пятьдесят два, это нормально? Да, ну, как бы неважно. Что-что? Вас очень плохо слышит? Это неважно, как бы. Это неважно. Хорошо. Смотрите, у меня еще такая проблема, я девственница. У вас не за... Мне просто очень нужен парень, а я уже очень взрослая. Мне... Вот. Мне просто 23 года, а у меня не было еще мужчины. Вот. Я бы хотела, чтобы у меня был, знаете, как пробник. Ну, можно без. Хорошо. И еще, смотрите, у меня есть друг, который, ну, не гей, но он очень хочет посмотреть на мой процесс. Не, ну, как бы, в этом плане нет. Вы стесняетесь? Ну, как бы не стесняюсь, я же говорю, с мужчинами, как бы, ну... Хорошо. А какие услуги вы вообще мне можете предложить, чтобы у меня удовольствия было просто в первый раз много? Не, ну, это в зависимости, я ничего не предлагаю, как бы, клиент сам тебе... А как это происходит? Я вас беру за ручку. Понимаю, что им нравится. Хорошо, смотрите, у меня... Ну, смотрите, вы позвонили, как бы, узнать, проинформироваться, или вы позвонили просто, как бы, сказать, подшаться? Нет, нет, я уже хочу у вас заказать. Просто вот смотрите, у меня есть только общежитие, то есть я могу вам заплатить за ваши услуги, но если это будет в общежитии, вас нормально устроит? Нет. У меня комната на 6 человек, но там никого не будет, у меня там большое окно на стройку выходит. Вы типа шутите, я сейчас вижу просто. Ну, просто я же говорю, у меня есть деньги, вам заплатят, я просто очень, понимаете, я просто реально нервничаю, первый раз звоню вообще, вот в такие услуги. Да, ну, понимаете, я как бы не дурак, и вижу, что вы просто шутите, как бы, и узнаете информацию. Вы что, в смысле я шучу, вы что? Ну, Малибис, Каль. Ну, так вот, понимаешь ли, а как хотелось, понимаешь? Откуда ты знаешь, может быть, у него постоянные заказчицы, а женщины после 45, после 40. Мне нужно было смотреть и говорить, так, давай сегодня на счет 36 в Б, да, вот, и мы приезжаем, да, я тебе даю там, не знаю, 2000 гривен, и просто предоставляешь мне все услуги. Но самое интересное, вот смотрите, получается, подход совершенно разный, то есть девушкам конкретно есть требования, то есть девчонки сразу говорят, что я делаю вначале минет, потом я делаю вот это, я даю, я прошу прощения, в такую-то дырочку и так далее, а парни, типа, ну как пойдет, я вообще не поняла, что это за дискриминация такая. То есть это нужно было взять, взять за руку, прийти его. Ты понимаешь, как это правильно назвать, червячка и все, типа, и за это надо заплатить. Оказывается, да, ну видишь, вообще жить и не хочет, ему, понимаешь ли, подавай хоромы, квартиру, удобство, комфорт. И парню не захотелось, чтобы парень просто посмотрел на процесс, как, понимаешь ли, лишают свободы. Красного моря превращая его в белое. Что? Это какая-то такая, знаешь, такой афоризм, который я прям не могу понять. Ребята, кто немножко не в курсе, это еженедельное скетч-шоу «Лови хайп», и мы тут немножечко хайпуем, поднимаем вам действительно настроение, чтобы вам в конец рабочего дня стало немножко повеселее. Ну, и мы надеемся, что мы вам подняли настроение настолько, что если у вас есть ваши вторые половины, вы уже настолько разгорячены, что придя домой, сразу просто с ноги открываете дверь и такой, возьми меня, я готова. Ну, а парни, от вас мы, естественно, ждем того же. Ну, а если вдруг вам не с кем, то... Приходите к нам. Мы всегда рады вам помочь. Каждую среду, друзья, с 16 до 17, это мы сегодня лишь затянули ждали, мы сегодня наши гости, но, по-моему, даже и без гостей у нас получилось. В принципе, все в порядке. Самое интересное, что я теперь не понимаю, как мне дальше вести эфир, потому что я уже, ну, не знаю, как мне рассказывать про оленей. Да какую работу теперь тебе устраиваешь? Я читала новости о олене, томогочи, всякое такое, а вообще мысли теперь вообще не в ту сторону. Не в ту сторону, да, пошли? Вообще, да. Вот так оно бывает всегда. Но, но, зато теперь столько всего полезного и интересного узнали, что можно спокойно идти дальше себе жить. Друзья, ну мы надеемся, что все-таки вы в жизни будете находить кайф и удовольствие естественным путем, и вам не нужно будет никогда в жизни обращаться во всякие эскорт услуги, проститутки, нет. Нет, лучше всегда иметь просто человека, которого тебя прет. Свою право. Да, и который может тебе доставить, ну, просто максимум удовольствия. Ой, это да, это полностью согласны. Ира, Элли, спасибо, что и, конечно, вам Лия, вы сегодня у нас муза наша. А вот Ярослав все съезжает и съезжает. Ярослав, на самом деле, оставляем за тобой должок. Какой должок? Ты звонишь в следующий раз и заказываешь парня для парня. Если вы хотите этого, друзья, пожалуйста, присылайте вот свои плюс 1 на наш эфирный вайбер 097-191-04-04. Кому бы вы хотели, чтобы Ярик позвонил и что именно он должен попросить у того красавца, которому он дозвонится. Аплодисменты нашим девочкам, молодцы. Как всегда, хотят столько всего, с ума сойти. А мы обязательно будем хайповать снова с вами скоро, ровно через недельку, потом оставайтесь вместе с нами. Я передаю образы правления эфира Ирочка Градиенко. Поработаешь чуть-чуть, да. Да, знаешь, я там по язычкам поработаю сейчас. Я должна сказать, вот интересно.